МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Строительство бывшего проблемного дома и модернизацию столичного лицея сегодня проинспектировала солидная комиссия. Руководил ею глава республики Михаил Игнатьев. Побывал он и на одном из предприятий города, встретился с жителями и ответил на их вопросы. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Работы ведутся? Обязательно в порядке. На данный момент порядка 100 человек работает. Еще в прошлом году этот дом называли долгостроем. Когда за работу взялись новые подрядчики, ситуация изменилась. Обманутые дольщики должны исправить новоселье уже нынешней зимой. В одном из подъездов проложили коммуникации, отштукатурили стены и даже установили оконные рамы. Но поселиться здесь жильцы пока не могут. К дому необходимо подвезти газ и электричество. Сейчас оформляются документы. Мы в КТ планируем, согласно графику, 30-го числа поставить. 30-го какого-то этого месяца. Они комплектуются сейчас и обещают поставить. Но по газу у Маркова под контролем ситуация. Обещают до конца сентября, тоже закончат решение по газу. Обманутые дольщики в новом доме получат жилье первыми. Поселиться они должны уже в благоустроенные квартиры. Минимальный набор для их комфорта – газовая печь, сантехника и обои на стенах. Возводят подрядчики и подземную парковку. На этот дом уже появился спрос. Его строительство должно завершиться полностью уже в следующем году. Глава республики потребовал не отставать от этих сроков. Завершить капитальный ремонт 4-го лицея строители успели до первого звонка. Глава региона оценивал работы со знанием дела. Впервые здесь он побывал два года назад. За это время изменилось многое. Заменили кровлю, реконструировали спортивный зал и учебные кабинеты. На ходу Михаил Игнатьев отмечает, что светлее стало даже в коридорах. На помощь преподавателям пришли и современные технологии. Теперь компьютер в каждом классе для них вовсе не предел мечтаний. Проводить уроки им помогают проекторы и мультимедийные доски. В каждом кабинете у нас оборудование появилось, проекторы, экраны, компьютеры. Практически у каждого школьного методического объединения появились принтеры. Современной техникой не обделена и столовая лицея. Вместо старых и громоздких печей здесь установили новенькие пары конвектоматы. Теперь обеды учеников станут полезнее в разы. Готовить их возможно быстрее, чем обычно. И это местные повара уже оценили. Что готовите тут? Все. Мясо, рыбе, выночку. Все здесь можно. И очень просто. Всего за два года на ремонт лицея номер 4 из бюджета было выделено более 6 миллионов рублей. Такой поддержки ученики заслужили. С каждым годом здесь растет количество медалистов и призеров Олимпиад. Серьезные вопросы ребята даже главе региона задает Неробея. Мы хотели попросить, чтобы у нас еще был один первый класс. С следующим годом еще. А что, детей больше, да, становится? Ну да. Там же первый класс, который, насколько я понимаю, по стандартам, по месту прописки, как бы, определяется? А у нас же нет прописки. У нас лицей по закону образовать долу учиться только в первую смену. На вопросы жителей Михаил Игнатьев отвечал и в актовом зале Чебоксарского троллейбусного управления. Водители жаловались на состояние дорог и частных извозчиков. Руководитель уповал на то, что предприятие пока работает в убыток. Не хватает специалистов по ремонту и кондукторов. Хотя даже из-за таких проблем управление не теряет свою марку. Коллектив трудолюбивый, знают свое дело и делают свое дело с полной ответственностью. Это очень важно, ибо недоработка каждого отдельного цеха, отдельного производства, она отражается на перевозке пассажиров. Каждый день пассажиров перевозят более 200 троллейбусов. За последние три года в электропарке появилось 35 новых машин. В салонах некоторых даже появился Wi-Fi. Оборудовали их и системой ГЛОНАСС. Но от современных невозможно отличить троллейбусы, которые работают на линиях более 10 лет. Михаил Игнатьев отметил, что за экологически чистым видом транспорта будущее. Модернизация парка управления продолжится и дальше. Андрей Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Михаил Игнатьев побывал сегодня в исторической части города, где сейчас продолжаются раскопки. На площадке, где уже на протяжении трех недель проводится работа, устроили небольшую выставку артефактов. Археологи показали Михаилу Игнатьеву, что им удалось найти за время раскопок. Фрагменты фресок, напольные мозаики, гончарная посуда. Возраст некоторых предметов превышает 400 лет. Накануне экспедиция обнаружила цементный саркофаг. Специалисты предполагают, что именно под этой плитой находится усыпальница Марии Шестовой. Но, по всей видимости, располагается она еще глубже. Когда могилу удастся обнаружить, необходимо создать специальную комиссию. Глава региона пообещал оказать содействие археологам. Переговоры в формате B2B. В посольстве Польской Республики прошла презентация экономического потенциала Чувашии. Сюда приехали представители бизнеса, руководители заводов, торговых организаций из обеих стран. С нашей стороны АКОНТ, завод игрового спортивного оборудования, предприятие электротехнического кластера. Подробности в нашем специальном репортаже. Сотрудничество между Чувашией и Польшей началось давно и с каждым годом только увеличивалось. В прошлом году внешний торговый оборот между двумя республиками составил более 8 миллионов долларов США. Принимали молодые люди из Чувашии в работе лагеря молодежных общественных организаций. Приезжали польские гости к нам на 4-й и 5-й Чебоксарский экономический форум. В прошлом году министр-советник посольства Польши в Российской Федерации приехал в Чебоксары. Именно тогда и было принято решение о проведении подобной презентации. Это первая встреча деловых кругов обеих республик. Пока они присматриваются друг другу, ищут пути для взаимовыгодного сотрудничества. Среди преимуществ Чувашии, по словам министра экономического развития, высокий финансовый рейтинг, присвоенный двумя международными агентствами, наличие налоговых льгот. Должно привлечь поляков и то, что в республике работают международные корпорации. Испанская РОКО выпускает акриловые ванны, а немецкая девилей соуса и кетчупы. Есть у нас и другие преимущества. Чебоксары де-факто являются центром релейной защиты Российской Федерации. Мы успешно конкурируем с ведущими зарубежными компаниями. И на российском рынке не уступаем, скажем так, свой рынок ни Сименсу, ни иным другим производителям. Алексей Табаков пригласил всех, кто решил открыть производство в Чувашии в строящийся индустриальный парк. Кроме того, республика заинтересована в бизнесменах, которые ведут гостиничный бизнес. А для отдыха у нас имеются прекрасные хвойные леса Заволжья и песчаные пляжи. Большой интерес у фермеров Чувашии вызывает опыт поляков в сельском хозяйстве. Польша вступила в ВТО еще в 1995 году. Поэтому нашим сельхозпроизводителям есть чему поучиться. В Польской республике фермерство уже давно, а у нас, в нашей республике, это молодой вид хозяйства. Думаем, это неплохой партнер будет для наших фермеров. Я надеюсь, что после разговоров и переговоров, которые здесь были, мы сможем продавать вам машину, которая позволит вам сделать отличные продукты на вашем рынке. Польская сторона заинтересовалась Чувашии. Оказалось, что они мало знают о республике, но совсем не против взаимовыгодного сотрудничества. Хотелось бы, чтобы и в Чувашии, и в любых регионах было больше Польши, бизнесовой Польши, деловой Польши, польских продуктов, польских товаров. Только надо познакомиться. Постоянный представитель правительства Чувашии в Москве Леонид Волков считает, что такие встречи нужно проводить как можно чаще. И власти Чувашии должны максимально содействовать такой интеграции. Надо понимать, что Советский Союз и Польша в течение почти 30 лет развивались фактически в рамках единой системы экономических отношений, в рамках СЭП. СЭП Совета экономической взаимопомощи. И с этой точки зрения опыт кооперации предприятий Чувашской Республики, как составной части Советского Союза и Польской Народной Республики, он уже имеется. Другое дело, что, на мой взгляд, сейчас задача пришла восстановить эти отношения. От торговли перейти к локализации производства на территории Чувашской Республики. Да, привлечь сразу инвестора к себе – это достаточно сложно. Если придет хотя бы один или два предпринимателя, я уже буду считать этот проект успешным, потому что приход любого предпринимателя – это новые рабочие места для жителей Чувашии. Насколько продуктивной будет встреча, покажет время. Кстати, после подобной презентации в посольстве Индии, одно из предприятий Чувашия заключило контракт на поставку оборудования. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика, Москва. В Республике продолжает свое действие программа капитального ремонта и реконструкции сельских клубов. За шесть лет модернизировано около 160 культурно-досуговых учреждений. На этот год запланирована реконструкция еще 29 клубов. Один из них в деревне Кшауши Чебоксарского района посетил министр культуры Вадим Ефимов. Кшаушский информационно-культурный центр – победитель республиканской программы по комплексной и компактной застройке сельских территорий. В 2012 году на проведение капитального ремонта из бюджета Чувашия учреждению культуры выделено около 800 тысяч. Почти миллион рублей запланировали на этот год. В здании уже заменили окна, отремонтировали хореографический зал, фойе, кровлю. Часть средств добавил муниципалитет, благодаря чему удалось приобрести новое свето-звуковое оборудование. Чебоксарский район в плане модернизации клубов – самый благополучный в республике, заметил Вадим Ефимов. Здесь отремонтировано 53% культурных учреждений. Всего в Чувашии ближайшие два года на развитие отрасли культуры в сельской местности предполагается направить около 50 миллионов рублей. На сегодняшний день у нас требует капитального ремонта, капитального я вот подчеркиваю, не только такого текущего косметического, а капитального ремонта, более 240 клубов, клубных учреждений республики. В этом году Российская библиотечная ассоциация впервые организовала конкурс «Библиотекарь года». На первом этапе Чувашию представляли три участника. Наталья Мисина стала финалистом этого конкурса. Хранительница книг Наталья Мисина работает в детской библиотеке уже 19 лет. Ее работа не ограничивается выдачей книг. Она участник таких проектов, как «Чебоксара жемчужина по Волжье», «Золотые имена Чувашии», автор проекта «Читающий троллейбус». Наталья Николаевна постоянно повышает свою квалификацию. Наверное, это и помогло ей стать финалистом всероссийского конкурса библиотекарей. Я уверена, что наша победа позволит создать благоприятный имидж библиотечной профессии и, в особенности, библиотекаря города Чебоксары. И, конечно же, сформировать образ Чувашии как продвинутого культурного региона Приволжского федерального округа. До 1 октября продлится последний тур конкурса. По его результатам определится финалист. Приз – 100 тысяч рублей. Наталью Мисину можно поддержать, проголосовав на сайте Российской библиотечной ассоциации в разделе «Конкурсы библиотекарь года». Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Пожалуй, ни для кого не секрет, что лучше учатся те школьники, которые много читают. В какой школе учат лучше всего? Теперь жители страны знают ответ на этот вопрос. В России составили рейтинг лучших образовательных учреждений. Кстати, практически на самой верхушке рейтинга оказалась и Чебоксарская школа. Лучшие школы России – рейтинги и мониторинги. Проект под таким названием запустили РИА Новости и Московский центр непрерывного математического образования. Поддержали инициативу Общественная палата и Миноборнауки России. В исследовании учитывали участие и победы школьников в Олимпиадах и результаты ЕГЭ. И вот итог – 500 лучших образовательных учреждений страны. В числе самых-самых больше всего школ из Москвы и Петербурга. Однако отличились не только столицы. Так, на четвертом месте школы из Екатеринбурга, а на пятом – Новосибирска. А замыкает топ-25 Чебоксарский лицей номер 3. Среди 500 лучших оказались и другие школы Чувашии. Всего в рейтинг попали 12 учебных заведений республики. Правда, от общего числа школ региона отличившиеся составляют всего чуть более 2%. Ну а теперь новость не республиканского, не российского, а космического масштаба. В ночь на 19 сентября рядом с нашей планетой пролетит астероид. Размер космического тела оценивают приблизительно в 3 метра. Специалисты отмечают – пришелец для Земли угрозы не представляет. Хотя и пройдет на расстоянии всего лишь в 235 тысяч километров. Это приблизительно половина расстояния до Луны. При хорошей погоде космического гостя можно будет увидеть в бинокль. Ну а наша программа, которую можно смотреть при любой погоде, подошла к концу. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова